Всех приветствуем, продолжаем изучать книгу «Святости природы» Рафури Шерки и последняя часть этой книги «Сионизм и избавление», последние четырех частей. И мы продолжаем говорить о позитивной роли светской культуры и атеизма, которую эти идеологии или мировоззрения играют, которые раскрылись в последние дни, в последние эпохи, и какую роль они играют в постижении Всевышнего. Итак, Тавкит да Акфера, миссия атеизма. Можно рассматривать отрицание Бога или атеизм как форму сопротивления ограниченному мышлению религиозного общества, той серьезности, с которой верующий утверждает, что Бог есть. Хотя Бога невозможно вместить в человеческие понятия «есть» и «нет». Хотя и атеист, впрочем, который утверждает, что Бога нет, он попадает в ту же самую ловушку. Очевидно, что вопрос веры и отрицания веры требует более глубокого анализа. Итак, Раф Кук объясняет, что религиозному миру не хватает познания Бога, который приобретается участием во всех сферах жизни. То есть, религиозный мир познает Бога через только то, что называется «четыре локтя Аллахи», оставляя за кадром весь огромный мир. Ну, все-таки это слишком сокращение. Религиозный мир воспринимает Бога все-таки не через «четыре локтя Аллахи», а через религиозную теодицию, скажем. Это будет правильно. А сведение до «четырех локтей Аллахи» – это все-таки слишком узко. Ну, вообще, по-моему, все-таки такой вот контраст, прям наезд на религию. Ну, не знаю, если бы мы были как бы хилоним, то это было бы нормально. С точки зрения людей, которые познают мир через соблюдение заповедей, скажем так, все-таки все время повторять эту фразу, что ограничение соблюдения Аллахи, ну, не знаю, по-моему, это довольно примитивно. Все-таки это не так. Можно тут же переиграть, мы же как бы с другой стороны говорим, что вот иудаизм – это все заповеди, это как бы лестница, которая соединяет небо и землю, что-то таким способом соблюдая заповедение. Поэтому я бы не стал прямо совсем так рубить вообще Аллаху и все прочее. Нет, а до Галахи сокращение – это точно неправильно. Но через религиозную традицию это все-таки будет более или менее верно. Ну, понимаешь, ограниченное мышление религиозного сообщества. Вообще, значит, все соблюдающие заповеди, они как бы ограничены в своем мышлении. Нет, 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 нет. Вот видишь фиазу Аллахука. Бог постигается только из религии. Это как раз правильная фрагировка. Многие считают религиозной, что Бог постигается только из-за религии. Это как раз есть. То есть, если мы не к Аллаху пойдем, а вот то, что написано в цитате, есть письма Аллахука, то тогда будет вполне правильно. Смотри, вот в последнем интервью Рава Шерки, когда он там про армию говорил или про Зелни, там было несколько фраз таких, которые тоже достаточно шаблонны, но тем не менее, мне кажется, они как бы правильные. Он говорит, что вот в отношении призыва в армию, когда он говорит, что, что значит учение Торы. Учение Торы, да, это же как бы Тора не философская книга. Поэтому учение ради учения, это неправильно. Учение должно быть, он говорит, для чего? Он не говорит для познания мира, он говорит, учение для соблюдения заповедей. Если мы считаем, что служба в армии – это важнейшая заповедь, то совершенно неправильно их противопоставляет. Понимаешь? Поэтому здесь, когда противопоставляется познание мира и соблюдение заповедей, я не очень понимаю, как это на Иврите, кстати, написано. Как вот на Иврите эта фраза, то, что Бог постигаем только из религии, что рак митоха даат. Как это как-то написано, интересно. Дата, да, да. Нет, дата так раз правильно, дата не Галаха, потому что все эти религии – это весь кодекс иудаизма. Поэтому это от вас нормальное. А вот сведение ее к Галахе – это точно неверно. Окей. Окей, пошли дальше. Мне кажется, достаточно. Согласен. Итак, Равкук объясняет, что религиозному миру не хватает познания Бога через участие во всех сферах жизни. И по этой причине религия остается неполноценной и не достигает того статуса, которого она достойна. Вот цитата из письма Равкука. То, что Бог постигаем только из религии, привело мир в глубокий упадок. Бога надо познавать из всей жизни, всего бытия. И тогда он будет познан во всей жизни, во всем бытии. Бог открывается в религии лишь в той мере, в которой сама религия высечена из того, что выше религии. Религия должна заниматься только вопросами святости и оставить в покое мирские дела. Это следует из самого понятия религия. Бог же проявляется во всем, и в святости, и в мирском. Ну, честно говоря, здесь формулировка какая-то не совсем правильная. Не религия должна заниматься, а религия, согласно общепринятому мнению, занимается только вопросами святости. А вот это, собственно, неверно. То есть не религия должна, не Равкук говорит, что религия должна. А Равкук говорит, что есть обычное представление, что религия должна. И, собственно, он это опровергает. Поэтому здесь неправильно, что это идет как будто бы это утверждение Равкука. Это на самом деле утверждение, что Равкук опровергает. Разве? Насколько я понял, Равкук как раз говорит, что пусть религия занимается вопросами святости, а все люди пристегают Бога через весь мир. Ну, хорошо. Это только потому, что он использует термин религия в западном смысле. То есть у Равкука термин «дат» – это религия в западном смысле. Понимаешь? А мы-то хотим как раз, что религия… Просто это как раз вот статья к Ламалаху Деодбу Иссейль. Он как это пишет, что идея «Латит» заменилась на идея «Датит». Понимаешь? То есть по словам «дат» он понимает то, как европейцы понимают слово «религия». Поэтому религия в европейском смысле занимается вот этим. Ну, тут просто вопрос терминологии, да? Будем ли мы расширять? Окей, окей, да. Но он сбивает. Поэтому религия в европейском смысле занимается только этим, а иудаизм считает, что это не так. Ну, собственно, галутная религия тоже так считает. Ну, а иудаизм – это что? Это не религия? У него это выше, чем иллигия, да. С точки зрения Аллахука, термин «иудаизм» – это не религия. Так он использует термин «иудаизм» и «адут»? Нет, нет, нет. Еще раз. Когда он пишет «религия», то он имеет в виду религия в западном смысле. А «тара» – это гораздо больше, чем иллигия. Вот так скажем. Не «янут», а «тара». «Тара» – это гораздо больше, чем иллигия. Но поскольку такая терминология совершенно не воспринимается нашим читателям, то есть, имеется в виду религия в западном смысле занимается только этим. Это из-за его понятия. А для нас Бог проявляется во всем. Вот так вот. То есть, он критикует это представление. Хотя он его пишет, но он имеет в виду, что вот это представление неправильное. Или это религия в западном смысле. Здесь религия – это меньше, чем божественное. Сидина, а вот тут написано – религия должна заниматься только вопросами святостей. Я не знаю, но как бы по-простому то, что все присутствующие, я здесь знаю. Весь, вся сфера западей делится на Западе между человеком и Богом, между человеком и его ближним. Вилья Адамла Хабиро. Вилья Адамла Хабиро – это вопрос святости. Когда Тора занимается и говори, не укради, возвращайся. Нет, нет, это вопрос святости. Конечно, конечно, это святость. Но из этого не будет понятца. По-русски религия должна заниматься только вопросами святости. Это аналог того, что надо ходить в церковь. Ну, я говорю, поэтому и получается неправильно при переводе. Поэтому здесь отметят. Это все надо совершенно переписать, чтобы это было понятно. Да, тут сложная формулировка. Нужно будет потом пересматривать. Она просто… Потому что при переводе получается неверно из-за того, что слово «дат» – это не то, что мы имеем в виду. Ну, в общем, отметьте это все, ладно? Хорошо, да, я поставил твой вопрос. С замечаниями Натана, да, я буду все это поправить. Так, идем дальше. Более того, Раф Кук объясняет, что атеизм – это не только реакция на ограниченные религиозные представления о божественном, но и способ их исправить, превратить их в чистое и тонкие представления. Но способ – это не прошло. Это не способ, а это побуждение их исправить. У меня еще такое чувство все-таки, может быть, присутствующие меня поправят. У меня такое ощущение, что разница во времени, во времени, когда жил Раф Кук и во времени, когда живем мы. Эта разница тоже атеизм, либо люди, которые, скажем, атеизм и отрицают Бога в смысле божественного создания мира, в смысле как бы ажгаха. А тогда, по-видимому, перед Раф Куком были лучшие представители, это были социалисты-бусники, которые строили Израиль, которые были, грубо говоря, были совершенно потрясающие идеалисты. Те атеисты, которые я вижу вокруг себя, и как бы эти прогрессивы-либералы, в моих глазах там никакого идеализма нет совершенно, абсолютно. Поэтому говорить о том, что атеизм – это способ исправить их, во времена Раф Куком может быть. Сейчас я совершенно не уверен. Совершенно не уверен. Время изменилось. Окей. Но он не говорит, что это атеисты. Он говорит, что сам подход к атеизму. Сам подход к атеизму – это побуждение, не способ, а побуждение исправить их. То есть атеизм возникает как реакция на такие ограниченные религиозные представления. Да, но он является побуждающим, чтобы исправить их. Ну, хорошо. Но когда он говорит про атеизм, опять вот, он как бы про это не пишет, но, по-видимому, по-видимому, либо, исправьте меня, атеизм кого? Атеизм евреев или атеизм вообще в мире? Когда он говорит про атеизм евреев, это вообще сложное понятие. Почему? Потому что, по многим мнениям и по моему опыту тоже, атеиста еврея вообще нет. Атеисты еврея очень просто подцепить на крючок, и он пойдет за тобой, скажет, да, действительно, я верю, но по-другому. Быть евреем и атеистом, 100% евреем и 100% атеистов, очень тяжело. Очень тяжело. Когда он говорит вообще в мире, я с этим менее как бы это. Но очень может быть, что там это да есть? Не знаю. Ну, хорошо. Окей. Важное опыта, пойдем дальше. Ну, хорошо. Когда в мире будут звучать высокие требования к мудрости, справедливости и возвышенным чувствам, тогда концепция божественного будет вынуждена вернуться к своей чистоте. Вот его термин, да, концепция божественного, который шире, чем понятие религии. О, это хорошо, да, прекрасно. И еще одна цитата Раф Кук. «Из-за всеобщего пренебрежения к духовному изучению божественных вопросов понятие божественного все более затемняется без интеллектуальных и эмоциональных усилий по его очищению. И тогда Бог открывается в душе только в низменных и диких фантазиях, рисующих некий смутный образ вымышленной реальности. Эта реальность пугает всякого, кто верит в нее, подавляет их дух, завершает их все». Это не реальность, а фантазии. Эти фантазии. Вымышленная реальность вот эта. Здесь была фантазия. А, вымышленный, окей. Тогда это вымышленная. Это, да, реальность вымышленная. И она пугает всякого, кто верит в нее Подавляет их дух, заглушает сердце Искореняет божественный свет из души И даже если такой человек будет твердить весь день, что верит в единого Бога Это пустые слова, которые ничего не дают душе И всякий чувствительный духом неизбежно будет отдаляться от этого Атеизм возникает как... Сильный отрывок Что отрывок? Резкий отрывок Ну вообще непонятный, послушай, он же имеет... Раф Кок имел перед собой кого-то, о ком он говорит Это Харидим, когда его пугали Что, я не понимаю, человек даже Харидим не... Да, ультра-артотоксально, как это называется Какие низменные дикие фантазии есть у него в отношении Бога? Ну, как бы опишите мне, я просто не понимаю, о чем идет речь Что, низменные дикие – это слишком Не фантазия, не фантазия вообще Если мы только что сказали, что он ограничен Ограниченному человеку фантазии вообще нет Фантазировать может вообще неограниченный человек Ограниченному человеку вообще не надо фантазировать Нафига тебе фантазировать? Молишься три раза в день, учишь докфер-музыки А о каких фантазиях идет речь? Что-то не очень понимаю вообще Фантазирует... Что столько занимаются Аллахой, да И не изучают вопросы божественные Это да, это беседер, но при чем тут фантазия? Объясни мне, о каких диких и низменных фантазиях? Хорошо, Андрей, если можно, записайте эти слова в протокол, сказанные Наттоном. При редактировании мы посмотрим, как здесь сфимулировать. Дикие незменные фантазии, да? Да, да. Не вели посадить на колу, а вели зависать в протокол. Рисующий некоторый смутный образ. Послушай, мне кажется, у ребенка нормального, у него эта тема вообще закрыта. Ну, сказано, что Эндлогуф, Уэнд Мудшельгуф, у него нету, у него с большой губы, нету ни тела, ни никакого подобия тела, поэтому тема вообще закрыта. Этих фантазиях может быть вообще. Не понял. Или что, читает Шира Шерима, у него порнография в голове? Я не очень понимаю, чем идет речь. Нет, нет, слово низменные имеется в виду примитивные. Какие? В общем, примитивные, примитивные представления о Боге. Нет, слово фантазия, послушай, послушай, послушай. Мы отметили, что это нужно и скорректировать, и скорректировать. У тебя бывают фантазии? У тебя фантазии бывают? Да, ну перестань, но это нет, имеется в виду. Я не говорю про дикие низмены, я вообще говорю, у тебя фантазии бывают. Ладно, ладно, да, бывают, да, оставь. А, ну хорошо, значит, нравку к тебе, я имею в виду. Хорошо, спасибо. Чудизмные пихи. Почему это так? Особенно про дикие фантазии. Хорошо. Проведем отдельное занятие, ты нам расскажешь. Хорошо. Да, Юра, что ты хотел сказать? Да, давай, Юр, мы тебя слушаем. Я прошу прощения, что без видео у нас сильная жара, и я не совсем подел. У меня вообще не возникло впечатление, что тут о верующих людях. Тут же начинается из-за всеобщего пренебрежения к духовному изучению божественных вопросов. Разве это можно отнести к передиму? Рав Кук относит это, да, к религиозным людям. Безусловно. Но ты прав. Здесь могут иметь, потому что вообще общее представление о Боге, и поэтому это пугает чувствительных людей, и они отдаляются от этого. Окей, это правильное замечание. Тоже запишем в протокол и учтем при редактировании. Тут есть что сказать, но хорошо, Пинкас не дает, Сэм. Не, ну хорошо, слушай, пойди вообще во все галереи, пойди в церкви, я не знаю, посмотри все изображения, все экои, все религиозное искусство, которое было вообще, все западное искусство было до последнего времени основано исключительно на переживаниях от религиозного чувства. Вообще это называется высшими проявлениями вообще культуры человека, человечества и так дальше, понимаешь? Ну, а что, какие тут низменные дикие фантазии? Не знаю. Пита, Микеланджело, что это дикие фантазии? Я просто не знаю, про что он говорил, я бы с ним поговорил. Троица, Рублева, это низменные дикие фантазии? Не знаю, о чем как бы речь идет, не очень понимаю. Ваш вопрос правильный, хорошим, это ищем приобретение. Да, Рубинович, у вас свои мысли есть, мы хорошо, идем дальше. Продолжаем. Мы эти слова совершенно скорректируем, и все. Ну, не знаю, там буквально сказано шифлут, деменот, пруим. Ну, правильно, так и перевел, все правильно. Вот, что такое эти деменот, пруим, это и непонятно. И шифлут тоже непонятно. Ну, шифлут, это низменный пруим. Не, не, да, я понимаю, да, ты все правильно перевел, замечательно, да. Окей, пошли дальше. На самом деле, надо надо скорректировать. Окей, давай. Продолжаем. Атеизм возникает, как крик сильной боли, чтобы спасти человека от этого тесного чужого колодца, поднять его из тьмы букв и цитат к свету идеи и чувства, пока он не найдет устойчивое место в центре морали. Атеизм имеет право на временное существование, потому что он должен переварить нечистоту, прилипшую к вере от недостатка знаний и усилий. Ну, такую задачу атеизма Тавкиды, да, Акфира. Слово переварить здесь только нехорошо. Он должен очистить, на самом деле. Ну, в смысле, да, пройти какой-то процесс очищения. Очистить, очистить, да, переварить не совсем правильно. Очистить нечистоту тоже. Ну, хорошо, окей, тогда оставь эту печереднику, что потом подумай. Да, Юра, слушаем. Тут, кстати, это утверждение, оно совершенно справедливо чисто исторически. Эпикур, который один из основоположников материализма, он действительно страдал сильными болями, урологически больной был. И некоторые выводят его всю философию из этого, так сказать, личного наблюдения. Спасибо. А, да. Крик сильной боли. Ну, ладно, слушай, ребят, ладно. Ну, окей, я объясняю, но все-таки здесь не совсем. Эпикур не был атеистом. Это иудаизм взял бедного эпикура и назвал атеистов-эпикурейцев. Ты уверен, Пинхас? Ну, конечно. Во всех учебниках написано, что эпикурейство – это чистый материализм. Ну, хорошо. Ну, это сколько вообще материализм после Древней Греции? Само понятие не очень-то подходит. Ну, здесь точно нет, имеется в виду. То есть, я не говорю, что эпикурейство все равно не говорило, что там материальное главное. Говорило. Егидонизм и все прочее. Но здесь же не в этом дело. Здесь атеизм сложно назвать. Хорошо бы было сделать большую сноску здесь и написать трансформацию атеизма на протяжении последних ста лет. Понимаешь? То есть, мы все время говорим о религии, как будто это религия, религия, она как бы очень сильно меняется. В времена Равкуха была такая, сейчас она такая. Но атеизм тоже на месте стоит. Послушай, невозможно его брать, как некое застывшее явление. Поэтому, когда говорят атеизм. Атеизм когда? Атеизм 19 века, атеизм начала 20 века, атеизм 21 века. Это что, одно и то же? Это интересное замечание. Трансформация атеизма. Да, трансформация атеизма. Вот пускай человек атеизм, атеизм, апикурет, я не знаю кто, вот пускай он пройдет лекцию. Конечно, как изменялся атеизм. Атеизм 19 века и атеизм 21 века. Это одно и то же. Это интересная задача. Да. Айди и пикурите. Да нет, атеистов полно вокруг. Андрей, если можно, то записать отфонки. Я не знаю, кстати, ты так прямо говоришь, полно. Ты знаешь, среди наших знакомых вообще, людей, которые там без скипы, ничего не соблюдают. Ты знаешь, кого-то, кого можно сейчас, естественно, не называя имена, сказать, да, он атеист. Да, конечно. Можешь сказать? Я знаю. У меня есть, безусловно. Я не знаю, знакомы ли они твои. Это не наша компания, а постояннейшие люди. Но они явные такие декларированные атеисты. Да, говорят, что они атеисты? Ну, конечно. Живут в Израиле и говорят, что они атеисты? Ну, в Израиле они живут относительно. А, ну, не поэтому они атеисты. Ну, хорошо. Ну, ладно, оставься. Не поэтому. Но есть декларированные атеисты. Идём дальше? Да. Итак, следующая глава «Тайны Торы». Итак, эти слова, то, что мы говорим об извлечении искр из атеизма и светской культуры, они, эти слова, относятся к «Тайнам Торы». Поэтому они могут быть опасными. Да, вот после того, что сказал Рафшерке, он выносит такое предостережение. Поскольку если человек осознаёт положительную роль секулярности, он может принять её полностью. Но в нашем поколении мы должны говорить об этом, поскольку речь идёт о центральных процессах, происходящих в человечестве в целом и в еврейском народе в частности. Поэтому нам необходимо понять глубину этих процессов. Мудрецы описывают подобный вопрос в Медраше. Этот вопрос возник у Моше. Вот цитата из Беляши Драба. Раби Шмуэль бен Нахман сказал от имени Раби Йонатана. В час, когда Моше записывал Тору и описывал деяния каждого дня творения, когда он дошёл до стиха, в котором сказано, и сказал Бог, сделаем человека по образу нашему, как подобие наше, во множественном числе, тогда Моше задал вопрос Всевышнему. «Ладыка мира, почему ты даёшь повод открывать рот еретикам?» Сказал ему Бог. «Пиши. А кто хочет ошибиться, тот ошибётся». То же самое в отношении секулярности. Польза от того, что мы говорим эти слова там, где это необходимо, то есть где мы находим хорошее, а где это необходимо, это там, где есть требование раскрытия полного единства Бога во всех сферах жизни, в святом и в будничном. Итак, польза от этого превышает опасность того, что человек собьётся с пути из-за непонимания, рассматривая эти слова вне контекста. Вот на этом заканчивается извлечение искр из атеизма и секулярности. То есть нужно ещё разобраться, да, почему человек стал атеистом. Да, есть ли у него требования раскрытия полного единства во всех сферах жизни или нет. Окей, хорошо. Это слишком маленькая часть про атеизм, то, что у Алла Кока написано огромное количество. Ну, хорошо, пошли дальше. Итак, следующий раздел, который называется так же, как и вся книга, «Святости природы». В каком-то смысле центральный раздел книги. Итак, вначале разберёмся с понятиями святость. Андрей, я дико извиняюсь, дико просто извиняюсь. Я буквально хотел одну фразу сказать. Но всё-таки интересно, да, наверное, тривиально совершенно, но быть обычно, когда человек пишет что-то, да, и даже самое высокое, это всё-таки у него экранируется, как бы, та историческая ситуация, в которой он живёт. Вот всё, что мы сейчас читали, последнее, такой, как это, Панегрик назывался бы такое слово, Рава Кока вообще атеизм. Насколько всё, что вот мы сейчас прочитали, это всё подписывается одним простым фактом, что Рафух должен был каким-то образом оправдать с религиозной точки зрения, то есть включить в свою сферу, не говорить, это не моё, я вообще не буду мне заниматься, включить нерелигиозных сионистов, которые на его глазах делали шаги, которые в его глазах были правильными, которые, как бы, даже казались ему религиозными. И он каким-то образом должен был бы диават это оправдать. Для того, чтобы это оправдать, он построил некоторую схему, которая, грубо говоря, он им приписывает совсем то, чего они не хотели. Они совершенно не хотели того, чтобы Раф Кок повышал их статус и говорил, «Ребят, вы не просто так это делаете, а потому что вы открываете божественное свое». Они говорят, «Оставь нас, мы вообще не хотим этим заниматься». А он, как бы, не спрашивая их, не спрашивая их, он повышает их ранг. Но повышение этого ранга ему нужно для себя самого, для его религии, для его иудаизма, для того, чтобы можно было их туда каким-то образом включить, как компаньонов. Потому что они в его глазах были очень важные компаньоны. Но включить их просто так, как они есть, он не мог. Он должен был их, грубо говоря, надеть в религиозные одежды. Ну, хотя бы с задней стороны. С задней стороны, с задней двери. Послушай, послушай. Это правильно или нет? Послушай, но если бы он не хотел, если бы он иначе видел, он бы не стал этого говорить. Понимаешь, это не то, чтобы он был вынужден того, что он хотел их включить. Он бы потому и включал, что он так видел это. Ну, понимаешь, вот вопрос, когда он говорит про атеистов, он имеет в виду, вот опять, тех нерелигиозных, тех социалистов, левых, которые приехали сюда, сионистов, которые делали кибуцы. Он имеет в виду их, либо это его переживание, встречи с атеистами во всем мире. Он был в Англии во время Первой мировой войны. Тех, кроме вот этих своих собственных кибуцников, левых, которым известно, кто приезжал, он с ними встречался. Кто туда входит в это понятие атеизма? Кто входит еще? Он говорит про весь мир. Я думаю, что входит действительно весь мир. Все-таки он был достаточно образованным человеком, понимаешь? Читал очень много. Читал всю современную ему периодику. Не религиозную, а вообще всю. И свободно говорил по-немецки. С детства читал всю литературу, понимаешь? И философскую, какую хочешь. Ты можешь сказать, что его представление об атеизме слишком философское, а недостаточно, как у простых людей. Это может быть. Что он смотрит на атеизм, прежде всего философскими глазами. Как на философский атеизм. Но он заведомо читал, то есть, если нет даже вопросов, всю классическую немецкую литературу, атеистическую, если хочешь. Конца 19-го, начало 20-го. А что вы не говорите про нее? Вот понимаешь, он как... Ты очень мурпаль, все очень туманное. Вот если понимаешь, он бы приводил какие-то примеры из жизни. Понимаешь, вот мне непонятно. Мне было бы очень интересно, если кто-то может провести такое как бы исследование, на чем основывается его отношение к элдобизму. Основывается ли оно 99% на его встречах с атеистами здесь, в Израиле, которые строят Израиль, либо-либо на том, как ты говоришь, немецкая философия, то, сё, пятое десятое. На чем? Непонятно, понимаешь? Вот это очень... Вот мне это очень... Мне это... Вот это очень мешает отсутствие этого, чтобы понять, что было перед его глазами. Потому что если бы он бы писал здесь конкретно про тех нерелигиозных, которые на его глазах строят Израиль, продвигают приход машины, вот это было бы понятно. А если он говорит вообще про общий вклад атеизма, развития наук и всё прочее, при этом говорил бы имена, не знаю, из науки, из философии, тоже было бы понятно. Но в таком совсем общем абстрактном виде я, например, не понимаю, о чём он говорит. Я реально не понимаю. Послушай, послушай, я... Ну, действительно, он писал в таком стиле, что поделаешь, понимаешь? Писал в дневниках, а не... Это самое. Но даже и статьи его здесь, они не настолько целы. Ничего не поделаешь, да? Так, потому что он пишет. Это факт. Но я думаю, что он имеет в виду появился философский атеизм конца 19 века. Да. Начало 20-го. Но с ним-то он отлично знаком. Ну, по-моему, с кибусниками он тоже был отлично знаком. Ну, да-да-да-да-да. Бывают, ну, естественно, кибусниками тоже. Но я думаю, что... Идеология, он считал, что это более-менее близко. Ну, хорошо, всё. Я как бы с лихашей тут ворвался. Да, можно продолжать. Не-не, всё отлично. Слушай, а для чего мы читаем? Для того, чтобы ворваться. Насколько я понимаю, некое общее движение, да, вот это отказа от религии, которое было во всём мире, оно в том числе и повлияло на светский сионизм, который был в его время. И об этом он пишет. Да, ну, понимаешь, вот мне как-то немножко не по себе от того, что... Знаешь, у него же нет здесь диалога с атеистами. Вот если бы у него был диалог с атеистами, тогда было понятно. Это такое впечатление, что он их, грубо говоря, да, ну, такое слово грубо, обувает. Он их обувает для того, чтобы внести их, расставить их как пешки в свою, как бы, философско-религиозную систему. Ему это необходимо. Понимаешь? Потому что он чувствует, что иначе его, как бы, концепция, она не отражает реально существование вещей. Но при этом с самими атеистами-то непонятно, а где этот диалог? А они вообще хотят, чтобы вы так представляли? Или он им говорит, да нет, ну, это ваше подсознание и все. Я просто лучше вас понимаю, что у вас в голове происходит. Вы-то не понимаете, дураки, а я вам объясню ради, почему вы это все делаете. Понимаешь? Послушай, послушай, в чем состоит цель Рава Кука? Да. В чем? В чем состоит цель Рава Кука? Мне очень трудно сказать. Тем более влезть как бы в его голову Рава Кука и вообще. Но у меня такое ощущение, что, я говорю очень примитивно, извиняюсь, его несло. То есть, грубо говоря, он поэт. Он переполнен чувствами. Он их изливает. Поэтому он пишет на урпаль. У него типа ши-ра-ши-рим он пишет. Он пишет свою ши-ра-ши-рим на злобу дня. Что он конкретно имел в виду, понять вообще не возможно. Понятно. С моей точки зрения понять можно вполне. Но не в этом дело. Цель его состоит вот в чем. Цель его состоит в том, чтобы трансформировать религиозное общество. Его цель не состоит в том, чтобы атеисты признали, что он прав. Его задача создать новый подход внутри религии. И с этим он создал совершенно прекрасно. На его основе, вот нынешний вязанный тип, это и есть то, что выросло на основе его подхода. То есть его задача трансформировать религиозное общество прекрасно удалась. Но это и есть его задача. Ну, смотри, если ты берешь религиозный сионизм, который строится, будет бесконечно повторять, и это правильно, и мы считаем, что это действительно так, три основные вещи, это тройная нить, эра цесраэль, тура цесраэль, амэцраэль, это будут повторять все время. Ну, например, вот эти вот, как бы, то, что он пишет про атеизм, я не сильно, кроме равой шерпки, я вообще не слышал, чтобы это очень сильно, как бы вообще где-то цитировалось. Понимаешь? Ну, конечно, послушай, это лежит во фундаменте всех, абсолютно всех, школы Рава Кука. Любой раввин школы Рава Кука имеет такие представления. Он говорит о том плюсе, о тех преимуществах, которые есть от атеизма. Я не думаю, что он о них говорит, но он, безусловно, их имеет в виду, вот все эти вещи. Все эти вещи он учат в Ешиве. Я не думаю, что Ешиве учит то, что то, что мы сейчас вот были переводкой. Конечно, учит. Это просто 200%. Можно немножко, наверное. Барри, я, как тебе известно, средств и предложил Ханан Парата. Еще сайт, сайт. Ханан Парата. Я не урога. Да. Всего, конечно. Да. А Рот, я тебе 200% даю, что вся школа Рава Кука, вся читала, по ДОМ научила книгу Орот. Все, они к этому относятся. Ну, как это, это уже не важно. У Ханан Парата я вообще не встречал. У Ханан Парата, который тоже бесконечно цитирует о Рот, но каждый как бы выдирает то, что ты выдираешь, грубо говоря, тебе это надо для продвижения как бы библейского геноимизма и как бы создания некоторой движухи. Правильно? Окей. И для включения в свою орбиту людей, которые далеки от религии. Они выбирают из-за урот что-то другое. Но вот так вот напрямую здесь про атеизм. Я эти цитаты не видел. Ну, хорошо. Тем не менее, гарантировано, что они все серьезные. Значит, такой урод. Урод – это книга, которую в 21-м году Рав Цвиуда из всего как бы текстов Рава Куха выбрал в качестве вот минимального учебника для Ешивы. То есть, уж род, они проходят от начала до конца этих гарантиру. Скажем, Шмулик и Бени, мои дети, безусловно, они учились не в Мияказа Рава, а в этих самых, в Дачагих, Ешивах. Безусловно, все эти читали. Смотри, ну, давай, может быть, писали, мне жалко, что мы затратим время. Мое вот ощущение, да, мое ощущение от как бы общения с религиозными сионистами. Да, я думаю, на волне или как бы подпитанные Равом кукол, они совсем по-другому относятся к нерелигиозным, совсем по-другому относятся к нерелигиозным. Ну, как бы, но, скажем, видят в них положительное, да, это практически то, что говорит Равку. Но при этом, при этом, да, у них действительно все время такое ощущение, что в атеизме как таковом, ты человек нерелигиозный, он, да, у него, да, он, он как бы, у него есть своя ценность, но это не абсолютная ценность. Его просто не надо отталкивать, его надо привести к нам другими способами. Это то, почему и люди, нерелигиозные, то, почему нерелигиозные боятся общаться с связанными кипами еще хуже, чем с Хариби. У каждого нерелигиозного еврея, нерелигиозные евреи, да, у него, до сегодняшнего времени, да, у него были свои, своя семья религиозная из Бнебрака, которая делала эти самые бритот, бриты, его этим сам, а вот связанные кипы, это гораздо осторожнее, гораздо, потому что они понимают, понимают, что их хотят, грубо говоря, обуть. Ну все, ладно, можно идти дальше. По-моему, ты преувеличиваешь. А, преувеличиваю? Ну все. Да. Это в сефарском хаидим, они есть, в хаидим. В 18-м совсем нет. Ну, а послушай, а кто делает? Ну, у меня эти нерелигиозные... Послушай, ну вот это все, сефарские, сефарские устроены совершенно иначе, сефарскими. Окей, давайте пошли дальше. Давайте дальше, окей. Итак, займемся темой святости. Вначале определимся с терминологией, что такое «кодуша» и «святость». Есть такой способ определить термин, посмотреть, в каком контексте он встречается в Торе впервые. Итак, понятие «кодуша» впервые появляется в Торе в недельном разделе «берешит» в отношении шабата. сказано «и благословил Бог седьмой день и осветил его». То есть тут у нас сразу есть два понятия «браха» и «кдуша», которые связаны друг с другом и связаны с понятием «суббота». Итак, эти два действия «благословение» и «освящение». Что-то благословите, что-то сделать как бы освященным, что-то сделать «кодуш», святым. Как мудрецы объясняют эти два термина в отношении шабата? Они их объясняют через ман в пустыне, потому что, как мы знаем, ман выпадал в двойном размере в пятницу ради субботы, а в субботу он вообще не выпадал. И вот мудрецы объясняют, что благословение проявлялось в том, что в пятницу выпадало двойное количество мана, а святость проявлялась в том, что в субботу ман не выпадал вообще. Таким образом, благословение означает состояние материального изобилия, когда материи становится больше, чем обычно. А святость означает, наоборот, то состояние, в котором материальное изобилие отсутствует. Интересно, да? Итак, Стряный вывод. Ну, ладно. Ну, все напрямую вытекает из количества... Окей, окей. Это интересная розыгка, надо подумать, но вывод для меня немножко странный. Окей. Еще один пример, где мы видим святость и благословение. Это молитва благословения перед Шма. Там упоминаются две группы ангелов. Первый это ангелы с Рафим, которые провозглашают святость. Святость своего создателя и взывают к нему Кадош, 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 Свят Господь. Своот, вся земля полна славы Его. И те ангелы, которые эти говорят, Срафим, они означают горящие, и поэтому они сжигают. Они видят только святость своего создателя и отрицают любую другую реальность. Поэтому они говорят Кадош, то есть они отрицают что-то другое. И после Серафимов упоминаются ангелы Офаним, другой вид ангелов. И они в отличие от Серафимов восхваляют Бога другими словами. Они говорят благословенно слава Господа от места Его. Там как раз вот это понятие брахи. То есть там, где Серафимы видят святость, ангелы Офаним видят благословение. Это два разных типа ангелов, они как два разных мировоззрения, которые противоречат друг другу. Если бы два этих вида ангелов были философами, можно было бы сказать, что Серафим занимаются божественной трансцендентностью, а ангелы Офаним занимаются божественной эманентностью. Поскольку восприятие божественного у этих ангелов противоположно, то они должны дать разрешение друг другу. Там в молитве так и говорится, что они дают разрешение друг другу и дальше восхваляют Всевышнего двумя как бы противоположными способами. Одни говорят кодош, то есть отрицают другую реальность, а другие говорят благословенно, слава Господа. Из сказанного следует, что святости есть аспект уничтожающий жизнь. Еще одна цитата, стих к душим тихью, святы будьте из книги во экран, и Раши этот стих комментирует так, порушим тихью, будьте отрешены, во всяком месте, где ты найдешь ограду разврату, ты найдешь святость, то есть Раши объясняет понятие святость через отрицание разврата, чтобы быть святым, нужно быть отрешенным, таким образом получается, если так, то выходит, что есть некое противоречие между понятием душа, святость и привязанностью к жизни в этом мире, это как бы введение в тему святости, есть какие-то вопросы? Да, по крайней мере в лекциях по разделу Кипишимпова и Ка, там как раз Раши объяснял, что отделенность это только подготовка к святости, а вовсе не сама святость, в общем это все очень странная вещь, но я хотел бы дальше послушать, что будет дальше. Да, все правильно, только введение, здесь мы видим только тот, как бы, здесь, я так понимаю, Равширхи объясняет, радикализируя то понятие святости, к которому мы все привыкли, для того, чтобы потом расширить его. Так, следующая глава, живая душа и смей. Это противоречие между природой, материальной природой и святостью, оно очень древнее, уже у Адама шла борьба между двумя своими частями, была в Адаме часть, которая пришла свыше, и она называется в Писании живая душа. Вот есть фраза, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни, Всевышний. И книга Зор это поясняет так, когда вдохнул, изнутри себя вдохнул, то есть, Всевышний изнутри себя вдохнул в Адама дыхание жизни. То есть, это дыхание жизни, оно исходит как бы из самой божественности. Это одна часть Адама, живая душа. Вторая часть имеет свой источник в природе, и Писание называет эту часть змей. Про змея сказано, что он был хитрее всех зверей полевых. Слово хитрый имеется ввиду умный, имеется ввиду под этим змеем самое умное создание на земле, то есть, природный разум человека, природный ум, который развился у обезьяны, который становился хитрее, 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 и в итоге вот этот самый хитрый из всех зверей полевых, это вот этот хитрый ум материального человека, природного человека. И вот они две части Адама. Получается, что живая душа принадлежит миру святости, и она способна достичь единения с Богом. Змей же может использовать свою мудрость для создания спутников, разработки сложных компьютерных систем и так далее, но связь с божественным за пределами его интересов, за пределами интересов вот этого материального человека, природного. И вот эта борьба между живой душой и змеем есть по сути противоборство двух мировоззрений, одно из которых видит источник человека в высших мирах в образе Бога, а другое считает человека сложной биологической машиной и не более того. Противоречия эти трудно вместить, особенно тем, кто верит в единого Бога. Один еврей из Амстердама Барух Спиноза стремился примирить эти противоречия. Он утверждал, что святость это по сути внутреннее творение природы, а вся реальность включая святость подчинена законам природы. Но такое решение вызывает внутренний протест, поскольку оно лишает мир свободы. В мире есть элемент, который возвышается над законами природы. Это человек и тем более Бог. Они не подчинены законам природы, как хотел утверждать Спиноза. Но несмотря на его ошибку, нельзя отрицать, что есть зерно истины с самой попытки объединить вот эти две области. Две области имеются в виду святость, к которой мы привыкли, нечто божественное, трансцендентное, и природа, материальный мир, который на первый взгляд борется с ней. И они друг с другом борются. Дальше мы поговорим, как это объединять. Есть вопросы пока? Ну, окей, да, то есть, ну, во-первых, только окей, все нормально. Так, следующий раздел освещения материи согласно учению Рамхаля. Мы нашли советы, как примирить противоречия между святостью и природой в области морали. Например, Рамхаль книги Масилат Ешарим, Путь праведных, по-моему, она в русском переводе называется, но здесь мы пойдем по другому пути, да, потому что нам важны термины. Масилат Ешарим наставляет человека на том, как разрешить этот внутренний спор между низменными природными инстинктами и благородством свободной души, дарованной свыше. Решение Рамхаля основано не на философских положениях, а на моральном развитии человека. И в этом развитии он выделяет четыре этапа. Я тут написал на иврите, да, чтобы не было и так первый, потому что иногда эти термины по-разному переводят, по-разному понимают. Итак, первый уровень Рамхаль называет Яшар, да, буквально это прямой, собственно, книга Масилат Ешарим, да, путь прямых, да, неважно, да, важно, как он его определяет. Ешар это тот, кто, а, ну это будет дальше. Итак, свою книгу Рамхаль написал именно для Ешарим, то есть Яшар это человек, который стремится делать добро, стремится, да, но он еще совершает запрещенные действия, но у него есть желание изменить свое поведение к лучшему. Следующий этап это цадик. Цадик это тот, кто делает добро и не делает зла. Таково главное аллахическое требование каждому еврею быть цадик, быть праведником, делать хорошее, не делать плохого. Есть более высокая ступень, хасид. Хасид не довольствует с выполнением только хороших дел, он старается делать еще лучше, еще больше, чем он обязан. Хасид ограничивает себя даже в разрешенном. Итак, если цадик не делает того, что не запрещено, не делает того, что запрещено, то хасид не делает даже того, часть того, что разрешено. То есть, он ограничивает как бы свои действия. Разницу между цадик и хасид можно увидеть на примере еды. Цадик питается в рамках аллахи, ест кошерную пищу в правильном месте и в правильное время. Но сколько нужно есть и как часто аллаха не указывает. Хасид же иногда воздерживается даже от разрешенной пищи для того, чтобы защитить себя от ее скрытых опасностей. Таким образом он обретает определенную свободу от своих инстинктов по сравнению с цадиком, который может оказаться рабом своего аппетита или желать запрещенного. И четвертая ступень кадош, это ступень святости. После того, как человек отдалился от излишеств, исправил свои желания и намерения, приобрел смирение и трепет перед небом, он находится на очень высокой ступени единения с Богом. Такой человек сам знает волю Всевышнего. И поэтому он не только не удаляется от этого мира, как на предыдущих ступенях, он даже пользуется еще больше этим миром. Если хасид воздерживается от разрешенного, то кадош святой, он ищет возможности осветить этот мир. То есть он не прячется от опасности этого мира, а наоборот он выходит к этому миру и включает его святость. Он делает еще больше физических действий, в отличие от хасида, который уменьшает количество своих взаимодействий с материальным, то кадош увеличивает количество своих физических действий, поскольку этим он присоединяет все большие части мира к той связи с Богом, в которой он пребывает. И вот как Рамхаль описывает это состояние. Суть понятия святости заключается в том, чтобы человек настолько прилепился к своему Богу, что в любом деле, которое он делает, не удалялся от него благословен он. И тогда материальные вещи, которые он использует в своих действиях, будут возвышаться тем, что он использует их, а не он будет спускаться и выходить из близости с ним из-за использования материальных вещей. То есть на предыдущих ступенях человек как бы боится, что взаимодействие с материей его утянет, его понизит его уровень, то на уровне кадош, наоборот, взаимодействие с вещами, оно возвышает эти вещи благодаря уровню вот этого человека. Итак, в одной области иудаизма, в области личной морали, мы нашли связь между святостью и природой, нашли урамхаля. Такая связь должна существовать, ведь не может быть в мире Всевышнего абсолютной полярности. монотеистическое мировоззрение не позволяет поставить святость в полную противоположность природе. Поэтому, хотя обычно святость противоположна природе, но есть места, люди или времена, когда природный мир возвышается до уровня святости. Есть какие-то вопросы? Я с качеством не этот нравится подход, потому что у него нормой святости является именно удаление от природы, а вот только отдельные суперсвятые они действуют в природе. Нет, это как-то цель, а удаление это будет. Окей, тем не менее, да-да-да-да. Короче, нельзя сказать, что мне подход нравится. У нас есть следующий подход. Давай. Теперь подход Рава Кука, освещение материи согласно учению Рава Кука. Рав Кук в своем учении более подробно рассматривает понятие святости в природе. Если Рамхаль говорит о святости в природе, которая существует для отдельных людей, которые достигли этого уровня на своем личном индивидуальном уровне, то Рав Кук предвидит, что в будущем эта святость станет доступной на уровне общества. Это возможно только в земле Израиля. Одна из целей создания государства Израиля, согласно учению Рава Кука, это обновление святости природы на уровне всего народа, превращение в святость всей будничной жизни. В книге О Рот Рав Кук пишет, святость в природе это святость земли Израиля. То есть святость самой жизни, святость которая в почве, а не святость заповедей. В земле Израиля есть места, которые святы сами по себе. Их святость не зависит от заповедей. То есть само понятие святая земля, святое место, храмовая гора это места материальные, но они святы сами по себе. Талмуд рассказывает, что когда мудрецы Израиля были вынуждены покинуть страну по важному делу перед отъездом, они выражали свою любовь к земле Израиля. Один мудрец катался по земле от сильной привязанности к стране. Другой мудрец целовал камни города Акко. Они знали, что святость земли Израиля находится в самой почве в самих камнях и не зависит от заповедей, связанных со страной. Идем дальше. Разберем пример из книги Руд. Книга Руд рассказывает о Боазе, главе Сангидрина своего времени, который убирал урожай на своем поле, а конец рабочего дня его описывается так «И ел Боаз, и пил, и стало хорошо ему на сердце, и пошел и лег у края Скирда». Что нам сообщает Писание о великом человеке своего поколения? То, что у него было поле, он его обрабатывал, в конце дня он сытно ел, пил вино, и потом сытый и довольный ложился спать рядом с убранным урожаем, чтобы охранять свое имущество. Таков простой смысл отрывка. Но мудрецы видят в нем сложность и дают свое описание, добавляя дополнительные детали. Это мидраж Руд-Раба. Они объясняют так «И стало хорошо ему на сердце от слов Торы». То есть Боаз не только ел и пил, но также изучал Тору во время еды, и поэтому ему стало хорошо на сердце. Слова мудрецов на первый взгляд не согласуются с простым смыслом текста, согласно которому Боазу стало хорошо от самой еды. Тогда что же имели в виду мудрецы? Раф Кук объясняет глубину комментария мудрецов. Он отвергает ошибочное мнение, что мудрецы ушли от простого смысла стиха. И объясняет, что они имели в виду нечто другое. Они имели в виду, что еда и питье Боаза – это и есть его Тора. И поэтому, когда он ел и пил, его сердце радовалось. То есть сам его процесс пищи был изучением Тора. Вот цитата из Рафа Кука. «Обычный аппетит, который влечет всех животных и простых людей к еде для поддержания жизненных сил действует возвышенным образом у тех, кто велик знанием аппетит действует. У них аппетит проявляется как желание соединиться с искрами святости, скрытыми внутри пищи. И в процессе еды они поднимаются на более высокий уровень. И то, что сказано «и ел Боаз, и пил, и стало хорошо ему на сердце от слов Торы», этими словами Торы является сама еда и питье для тех, кто постигает тайны Бога. «Вне Израиля», конец цитаты, «вне Израиля, чтобы жить святой жизнью, нужно отделиться от мира, собираться в доме учения, искать Бога в четырех локтях Аллахи. Но в земле Израиля святость и единение с Богом являются следствием самой жизни в земле Израиля». То есть они вытекают из самой жизни в этой земле. Еще одна цитата из Талмуда. Трактат над Арим рассказывает о рабе Йоханане, который был очень предан земле Израиля. Когда ему рассказали, что в Вавилоне есть старейшина долгожителя, он не поверил и объяснил почему. Потому что сказано, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, сказано в книге Шмот Тори. Это значит, что только в земле Израиля возможно долгая жизнь. Тогда ему объяснили, что эти мудрецы-долгожители рано приходят в синагоги, в дома учения, а уходят поздно. Тогда он успокоился. Раби Йоханан знал, что невозможна святость природы вне земли Израиля. А долгая жизнь может быть только следствием приобщения к духовной святости, подобной той, которая присутствует в синагогах и домах учения. То есть сама по себе долгая жизнь, да, из естественных каких-то причин, возможно только в земле Израиля. За пределами земли Израиля она возможна при подключении к духовной святости, да, вот именно к святости неприродной. Из этого возникает вопрос, почему Бог не раскрывает святость природы напрямую? Почему сначала раскрывается святость, противостоящая природе, да, то, что мы привыкли называть святостью, и только потом раскрывается святость внутри природы? Ответ прост. Если мы обратимся напрямую к природе, мы не обнаружим в ней святость, обнаружим в ней только нечистоту. Потому что в природе много жестокости, много зла и порока. Поэтому сначала нужно научиться впитывать святость, которая противостоит природе и возвышается над природой. И только усвоив эти навыки, можно проникнуть в глубины природы и раскрыть святость, сокрытую в ее глубинах. Чтобы соединиться, нужно, как там, радикально размежеваться, да, по-моему, как раз сюда это относится. Итак, освещать все, это не только совершать естественные вещи ради небес. Человек может зарабатывать, есть и пить во имя небес и считать это вершиной святостью. Но Рав Кук учит нас, что святость природной жизни – это нечто более глубокое. Божественный свет, скрытый в глубинах природы, можно и нужно раскрывать через прямое взаимодействие с природой, а не только косвенно. Например, работу плотника можно рассматривать, как способ зарабатывать на жизнь. А можно увидеть в ней инструмент проявления Бога в мире, да, то есть одно, то, что мы привыкли, человек зарабатывает для того, чтобы есть, поддерживать жизнь, чтобы изучать Тору, постигать Творца. Вот, но можно в самом этом действии, да, в самом, в самой этой работе, как во всех других действиях, да, увидеть проявление Бога в мире и через это, да, уже постигать Бога. Такой был уровень Адама в Эденском саду, сказанное, и поместил его в Эденском саду, чтобы он обрабатывал и охранял его. От книги Берешик. А мудрецы говорят в книге Зоар, обрабатывать его – это положительные заповеди, делай, а охранять его – это запретительные заповеди, то есть заповеди не делай, запрет. А этот комментарий тоже как будто не согласуется с простым смыслом текста. И согласно простому смыслу Адам должен был выполнять работу садовника, да, охранять сад, возделывать сад. Но, видимо, мудрецы имели в виду, что работа Адама в саду – это и есть божественная заповедь. То есть работа садовника, да, охрана сада, возделывание сада – это и есть работа святости, да, это и есть та, как бы, Тора, те заповеди, через которые Адам соединяется с Богом. Вот такая интересная тема. Кто, что думает? Ну, все вообще замечательно. Я согласен. То есть здесь вот эта идея, что сначала действительно было развитие отдельное, религиозной традиции отдельно от естественности, а потом, чтобы она могла уже во взрослом виде соединяться с естественностью. Это очень нетривиально и правильно. Да, идея очень важная, и, мне кажется, в наше время далеко не все понимают, что цель-то, да, в том, чтобы как раз осветить природу, да, а вот это, как бы, развлеживание… То есть здесь вот эта идея очень важная, что религия относится к естественности по-разному на разных этапах построения и развития религии. То есть есть этапы, когда религия противостоит естественности, а потом этапы, когда религия может ее естественность вобрать в себя. Но чтобы вбирать, нужно самой стать взрослым. Ну, хорошо, тогда идем дальше. Да, теперь посмотрим, как это делается в наше время на практике. Расширение будничной жизни в Израиле. Раф Кук вел дружескую переписку с писателем Александром Зискиндом Рабиновичем, известным как Азар. Писатели времени Рава Кука не соблюдали еврейскую Аллаху, а некоторые были настоящими отступниками. Однако Азар, в отличие от них, был религиозным и богобоязненным, и на этой почве он переписывался с Равом Куком. В одном из писем Азар утверждал, что вся новая еврейская литература не нужна, ведь любой, кто хочет читать красивую светскую литературу, может найти ее у других народов. Поэтому еврейская литература должна заниматься только темами святости. Так он считал. И Рав Кук подробно ответил Азару. И вот выдержка из его слов. Уважаемый господин, вы зашли слишком далеко в своем требовании посвятить нашу литературу только вечным вопросам. Мне было трудно поверить, что такие оторванные от жизни слова вышли из уст столь образованного и знающего мир и жизнь человека, как вы. Но я нашел причину этого отрицания. Это остатки скверной изгнания, которые все еще корчатся в вашей душе. Самое ужасное из божественных проклятий изгнания – это робость сердца, морох лет. Как сказано во икра, она оставшихся из вас на виду робость сердца в земле врагов их. И эта робость сердца проникает в духовную жизнь человека, не меньше, чем в его материальную жизнь. отрицание будничной жизни, в данном случае литературы, коренится в скверне изгнания, которое вызывает страх перед жизнью и ненависть к ней. Дальше Равкук говорит о заселении земли Израиля, как о благословении, которое требует обновления всех сторон жизни – литературы, науки, экономики, общества и так далее. То есть мы говорим не только о материи, то, что ел и пил, и это был его тор, и мы говорим о абстрактных таких направлениях. Литература, наука, искусство, экономика – все это, как бы часть, все эти отрасли мира, они должны быть включены святостью, и через них тоже возможно постигать Всевышнего. Это задача нашего поколения и будущих поколений. И все это происходит через землю Израиля. А даже простая любовь мужчины и женщины освящается в земле Израиля. Выражение такой любви мы находим в «Песне песней». Эта книга посвящена любви мужчины и женщины. И хотя имя Всевышнего в ней вообще не упоминается, но рабе Акива назвал эту книгу «Святая святых». Почему? Потому что будничные дела во времена царя Шлома, когда Шхена обитала в Израиле, были святы. В его эпоху естественные романтические отношения были раскрытием святости. А когда святое и будничное соединяются, это и называется кодыш-кодашим, святая святых. Есть такое место, которое называется святая святых в храме. Там святое и будничное пребывают в единстве. Святое в виде скрижалей завета и святка Торы, написанного Моше. Находится внутри ковчега. А над ковчегом находится будничное. Мальчик и девочка смотрят друг на друга с любовью. Да, вот это лица. Ну, это такое толкование этих самых керувим. Это, честно говоря, немножко… Особенно, да. Особенно, да. Особенно мальчик и девочка – это вообще замечательно. Просто возрождение, да. Нет, ну, возможно, это действительно так, что с лицом мужчины и женщины. Ну, тем не менее… Ну, хорошо, хорошо. Но назвать их будничными это все-таки не так. Согласен. Поскольку святое будничное единое – это место названо святая святых. Но все-таки внутри ковчега, да, лежит текст, да, какая-то как бы абстрактная вещь, а снаружи изображения, там, похожие на людей, может быть, в этом смысле. Ну, прекрасно. На самом деле не очень понятно, какие это были изображения, насколько они были реалистичны. Знаешь, как бы, каждый может трактовать, как он хочет. Потому что реально-реально фотографии и вещественных, как бы, свидетельств того, да, о том, что, как это реально, на что это было похоже, как бы нет. Поэтому каждый волен трактовать, как это угодно. Понимаешь? Окей. Ну да, это уже устная тора. Так, идем дальше. Хотел только сказать секунду, если это возможно, да. Просто еще, как бы, я не знаю людей, которые могли бы в себе соединять вот эти два свойства. То есть соединять их по-настоящему. Значит, с одной стороны, быть человеком, я не знаю, называется, гуманистом, любить животных, там, не знаю, любить искусство и все, да, с одной стороны. А с другой стороны, например, совершенно серьезно разбирать, каким образом совершается же это предношение. На такой более-менее, ну, не смешной ноте, но я, как бы, тоже сказал похожую вещь. Мы только что было изучали с Мейером Левиным, да, жертвоприношение. Ну и там подробно описывается моряка, да, вот отсечение головы голубя. Все, как бы, подробности, или как головой отсеченной голубя проводят по, там, стене жертвенника. То есть, как бы, какие-то вещи, которые у человека вообще не понимают, как такое может происходить. Ну как, это какие-то ужасные вещи совершенно. Понимаешь, каким образом нам большим, этим самым, ногтем большого пальца отсекать голову этого самого голубя. Я говорю, это умеет, ну, говорю, послушай, ну, все-таки евреи совершенно специфический народ, реально. Я не представляю, как в другом-другом народе могут на одном дыхании говорить, ионати, аути, вот это, шира, ширим, да, ты моя голубка, и пятое-десятое. А с другой стороны, в другом кабинете те же самые люди будут обсуждать, каким образом правильно отсекать голову этой голубь. Как это, как это замечается? Мне это непонятно. Конец и даты. Ну, что я могу сказать? Действительно, как другая культура, да, когда все вот это делали, да, мне кажется, нам просто непонятно, да. Когда это делали, грубо говоря, это делали, у них не было, я думаю, разделения, не было понятия искусства, не было понятия гуманизма, как он говорит, отношение к животным было совсем другое, понимаешь? Когда пытаются сейчас создать вот эти вот конструкции, которые основаны на том, чтобы надо каким-то образом примирить ощущение, мира ощущения западного человека с первоисточником, понимаешь? Ну вот начинается какой-то вот такой вот шатнес, как бы, как это сделать? Тут же, естественно, все время Широ Ширим тебе будут приводить. Ну вот Крувим уже сказали, что это мальчик и девочка было, понимаешь? Ну, чуть ли не в этом самом, находимся в галерее Уфица. Не знаю. По-моему, это, на мой взгляд, я, я дико извиняюсь, по-моему, это не глубоко. Меня это не задевает, мне это не объясняет. Все. Так, ну тогда произведите. Ну, Киркас к этому хладнокровно относится, видишь, он не реагирует. Нет, я просто, окей, пошли дальше. Это много-много раз обсуждалось. Необходимость расширения будничной жизни в земле Израиля объясняет Раф Кук в книге Ород, опять же. Цитата. Цитата. Тогда все это благо. И тогда все это расширяет свет добра, а область в 12 миль, подобно всему стану Израиля, который действительно расширяет весь мир по своему качеству. Как сказано, установил границы народов по числу сынов Израиля. То, что такое 12 миль, мы сейчас разберем. Но сама идея здесь, что есть некое состояние Израиля, которое называется, когда сила Израиля велика. Тогда начинает работать не сокращение в этих четырех локтях, так называемых. А наоборот, экспансия такая. Тогда Израиль начинает расширяться, проникновенный внутренний взор в жизнь множества народов, в их предприятии, библиотеки. То есть он начинает выходить наружу для того, чтобы как раз присоединить к себе вот эту святость. Не святость в смысле, а присоединить к святости материю, не только материю, искусство и так далее. Сначала объясним окончание слов про 12 миль. Это понятие законов субботы. Существует определенное пространство, в пределах которого человек должен находиться в течение субботы, не покидая его. Согласно основному закону размер этого пространства 12 миль. Но мудрецы сократили его до двух тысяч локтей, то есть две мили. Раф Кук использует здесь галактическое понятие, чтобы объяснить духовный принцип. Когда народ Израиля в здоровом состоянии, то есть когда различные системы, храм, правительство, пророчество и другие, все они функционируют нормально, тогда это подходящее время для расширения в область будничного. Ограниченная область святости расширяется и включает в себя также будничную жизнь разных народов. То есть, насколько я понимаю, есть понятие 12 миль, но мудрецы его сократили до двух миль. То, что называется устражение. А Раф Кук говорит, что есть такое состояние, когда вот эти 12 миль, они охватывают весь мир. Но это состояние расширения, состояние избавления. А когда Израиль уходит в изгнание, тогда ситуация меняется, тогда происходит сужение границ. И вот еще одна цитата из Ород. «Когда померк свет и ушла в изгнание Шхина, когда ноги народа оторваны от дома его жизни, тогда есть необходимость в ограничении. Любая светская сила может быть вредной, любая естественная красота и влечение к ней может затмить святой непорочный свет чистоты и скромности. Любая мысль, которая выросла вне стана Израиля, может разрушить порядок веры и жизни Израиля. Тогда любое излишество ведет к бунту. Отсюда печаль и аскетизм, уныние и страх, которые больше, чем на материальную жизнь, повлияли на духовную жизнь, на широту мысли, на полет чувства». То есть, насколько я понимаю, вот это необходимое для защиты сокращение всего во время изгнания. Раф Кук говорит, что его время закончено и возникает печаль и аскетизм, некие негативные последствия вот этого периода. И пора с этим заканчивать и переходить к другому этапу. «С тех пор, как Израиль ушел в изгнание, не осталось места для работы с будничным. Более того, любая связь с тем, что за пределами святости может только навредить. Но такое отношение к сфере будничного, оно меняется в эпоху избавления». И последний слайд. «Это изменение происходит постепенно. Чем дальше продвигается избавление, тем больше следует расширять работу с будничным». Еще одна цитата. «Пока не придет тот конец, когда силой воззовет голос. Расширь место шатрат твоего и покровы жилищ твоих растени. Не жалей, удлини шнуры твои и колья твои утверди. Ибо вправо и влево распространишься ты, и потомство твое народы наследуют и заселят опустевшие города». Это цитата из пророка Ишая. «А тогда тесная область в две тысячи локтей будет все более расширяться, как и спасение Израиля, свет которого светит все ярче». Конец цитаты. То есть, вот эта цитата из Ишаяу, распространение шатров и так далее, которые по простому смыслу расширение территорий, на которой проживает Израиль. Рав Кук ее понимает как экспансию святости, расширение пределов святости и включение в эти пределы не только материального мира, но и мира, так сказать, искусства, политики, экономики и так далее. Вот это конец раздела святости и природа. Есть комментарии? Ну, это все известно, понятно. В смысле, я это много раз читал, поэтому у меня нет комментариев. То есть, это все необычайно важно, но я весь не стал гоментировать, потому что, по-моему, все это понятно и говорилось. Ну, хорошо. Мы сегодня тогда закончили? Ну, а тут все. Спасибо большое. Тогда замечательно. Да, важный секундчик. На следующей неделе у нас нет занятия. Да, на следующей неделе занятия не будет. Окей. А сколько у нас еще осталось занятий по этому курсу? У нас осталось два раздела, но следующий, он очень большой. Он и по объему в два раза больше, и по сложности. Там тема муки и избавления. Следующее занятие. То есть, примерно три, правильно? Ну, да. Примерно три. Скорее два. Окей. Но главное, важно, что на следующей неделе у нас занятий нет, и оно будет только через две недели. Да. И не через две недели. Божьей помощи. Все. Спасибо. Тогда все. На сегодня. Тогда всем счастливо. Пока. Все. Спасибо. Все. Спасибо.